всем привет добро пожаловать мою оранжерею как вы видите на моем столе стоит потифиллум сенсация в таком скажем не хорошем виде в общем буду сегодня спасать его мне нужно прям спасти это растение я его уже пересаживала пересаживала у меня был в керамике я его перевалила вот в это кашпо но ему опять что-то не нравится в общем я взяла разрыхлители и сейчас буду при вас делать грунт и пересаживать растение и посмотрим что у него с корневой ну я понимаю вот что с ним у него не работает корневая система из-за этого такие какие-то знаете такие очень уже мягкие листья стали не растет естественно он не то что расти не растет он даже листья поднять свои не может вот ему так плохо ну вот у меня разрыхлитель перлит и вермикулит вермикулит кстати он очень хорошо подходит для наращивания и восстановления корневой системы так что я его прям положу побольше здесь грунт у меня универсально он такой знаете пушистая земля такая хорошая я просто ее сейчас вывалю в тазик и добавлю разрыхлители но сейчас я буду переваливать аккуратно растение чтобы не повредить корневую потихоньку горшочек большеватый конечно вот что-то вот он прям после переезда не может оклематься ни в какую вообще видите конечно корневой системы есть совершенно мало вот это вот ошибка ой моя вроде казалось у него корневая была большая здесь конечно земли лишь немного ну вот я сейчас приготовила ему кашпо думаю что он видите я не могу еще в меньше кашпо его посадить потому что он у него листья тяжелое и он его опрокинет просто он не будет стоять в нем он тяжелое растение но я вот думаю что здесь в принципе будет хорошо сейчас очень рыхлый рыхлый грунт сделаю но нету гнилых корней у него нету просто очень маленькая корневая система прям маленькая ну вот я взяла земли из его горшка где он был и теперь буду добавлять туда разрыхлитель и вот вермикулит я добавлю прям вообще побольше прямо рыхлый грунт надо сделать сейчас я это все перемешаем надо прям спасти своего красавца через недельку обязательно сниму видео и покажу как он себя чувствует если что вы мне там в комментариях можете писать советы тем более у меня очень много подписчиков которые имеют большой опыт выращивания растений только не дышать этим аккуратно ну вот такой грунт очень легкий и очень такой рыхлый я думаю сейчас ему понравится такой грунт и он придет в себя ну меньше кашпо скорее всего не буду делать грунт очень воздушный на низ керанзит на дно и теперь немножко добавлю грунта растение нужно посадить так чтобы не углубить вот корневую вот эту шейку а спатифилумы этого не любят здесь вот тоже вот это вот сейчас я все почищу скорее всего вот это тоже надо убрать ну вот что убирает вообще у меня вы знаете спатифилумы очень хорошо росли не буду приминать ему корни я постараюсь насыпать грунт вот так держа немножко на весу так подсыплю ну нет кашпо в принципе нормально сейчас посмотрим реакцию я думаю вот если реакция сейчас завтра послезавтра должна быть на лицо прям если листья не поднимет надо что-то делать еще не знаю даже что так что пишите мне пожалуйста помогайте спасти моего красавца я уже говорила что корневую шейку его углублять не нужно ну вот оставлю так все наращивать корневую сносила я его в душ теплой водичкой обмыла ему листья и чуть-чуть так душем полила чуть-чуть совсем я думаю что к вечеру он если все хорошо все таки он должен поднять листья у меня на канале есть несколько видео как я укаживаю за своими спатифилумы если кому то интересно можете конечно зайти посмотреть и я сейчас вкратце просто скажу как я ухаживаю спатифилум это ароидное растение оно не любит прохлады не терпит корневая система должна быть в тепле это первое не терпит переливов нужно перед поливами немного чтобы грунт просыхал ну хоть не полностью а то и полностью пересыхает это на растение никак прямо плохо не сказывается это хорошо потому что лучше не долив чем перелив это я всегда говорю ну и любит время от времени если из мелкого поливизатора его слегка такую дымку создать опрыскать или в душ но теплый душ это он любит и полив тоже только теплая водичка но не совсем такой с горяча а вот чуть тепленькая водичка и место любит светлое но не солнечные прямые лучи а рассеянные ну хорошее освещение тогда он прям хорош он у меня отцвел растение цвело у меня все было хорошо но после переезда сами знаете что это все сложно но ничего все это восстановится правильно мне уже в комментариях там пишут не расстраивайтесь было бы здоровье там было бы здоровье все остальное будет с вами я согласна по истечении некоторого времени я думаю что через недельку я обязательно сниму видео про него и покажу остальные свои спотифилума как он себя вообще повел после пересадки так что пишите мне комментарии пишите советы я буду очень рада увидимся в следующем видео пока пока